привет народ с вами фенер год и это первый обзор патча 7.28 тут мы будем говорить о изменениях героев собственно тут немножко это будет сумбурно в том плане что страница с обновлением постоянно менялась и сейчас я затрону часть героев которых не затрону позже потому что их почему-то нету на русской странице но как бы то ни было озвучу главное скажу что основное изменение патча это то что после 20 минуты каждый герой может себе приобрести аганим шард который стоит 1400 голды он либо изменяет ваш спелл какой-то либо дает дополнительный также теперь у персонажа есть вот иконка куда вы можете навести и узнать о всех изменениях вашего аганима или аганим шарда большое спасибо за сапку от влс пёса все вы знаете какой он также напомню что завтра я буду открывать 100 сундуков дает лут оттуда буду разыгрывать и также анонсирую новогодний розыгрыш сейчас мы пробежимся по героям сперва которых почему-то нету на русском языке их еще не озвучили в общем первый у нас тут бэтрайдер его можно кастовать на союзника чтобы дать чтобы урон по нему уменьшался на 80 процентов имеет 20 секунды отката вы также можете его вытащить и длинга веномансер вот первую на свайпер собственно польза на таки теперь отнимают полтора армора за стак максимальное количество стаков теперь на 2 больше если вы купили шарт у визажа новый аганим дает вам обилку тихо как могила ну или молчалив как могила не знаю как по-русски перевели делает вас и ваших фамильяров невидимыми а также на 20 процентов увеличивает movement speed также ваш тип передвижения становится летающий как и у фамильяров вы можете летать когда вы или ваши фамильяры выходят из невидимости вы находите вы наносите 30 процентов бонусного урона на 4 секунды но в течение 4 секунд вы наносите на 30 процентов бонус больше урона это те жестко гангующий персонаж с этим новым аганимом шард же теперь улучшает great keepers cloak который дает возможность кастовать его чтобы вы превратились в камень как и ваши фамильяры восстанавливает вам 25 процентов от вашего здоровья от к 60 секунд монокост 300 большое спасибо дмитрий прок за шапку идем дальше дальше на свой spirit дает дополнительное кольцо диссимилейту увеличиваешь нифига себе там не дополнительно кольцо там дофига ну то есть с каждой стороны по кольцу и увеличивает урон на 125 неплохо у варлока shadow world ворд теперь дает плюс 20 или минус 20 процентов новым спида но это понятно либо на тиммейтов либо на врагов вивер привет братан я подкатываю ки очки она говорит что мы толка друзья и не больше подскажи как из френд за ней выбраться барат не пожалуйста ты же опытный я очень нравится мне просто до последнего до последнего ну делись как бы борисе за за свою не знаю что ты хочешь но спасибо за данное так смотрите теперь когда вы кидаете сварм он обнаруживает инвизоров и также если вы бьете ну вы находитесь файте и рядом в радиусе 1200 есть противники на которых висят эти паучки ну и жучки на них также сработает гиммини атак то есть пассивка и это жестко как вы можете заметить на данном видео вивер бьет одновременно трех персонажей потому что они в радиусе 1200 их жрут жучки у виндрейджер паушот теперь становится глобальным то есть как вы можете видеть он через всю карту но после того как он пролетит максимальную дистанцию он может максимум затронуть одного героя задетые герои будут убиты если у них меньше 13 процентов хп после того как они получат этот урон и также вот этот килл тресхолд уменьшается если вы быстрее выпускаете стрелу то есть хотите на 13 процентов выпускаете на максим на максимальное время каста готовы рискнуть противника 2 процента на минимальный не помешает ты вообще его видел он красят волосе он не мужик крозовие волосе блять юичка достойно нормального мужика а не эту плаксу рому спасибо брат осуждаю и это чушь рома не такой о чем ты говоришь но блин донат и каш на уровне высотка так у виверны колдом брейс когда заканчивается сплит сплинтер бласт кастуется оттуда ну то есть к примеру вот смотрите накинул на цен куда виверна когда колдом брейс кончился и изнулся от нее сплинтер бласт но и работает он в радиусе 1200 жестко вич доктор я уже говорил вич доктор просто превращается в десвард на 2 секунды у него меньше атак спит но при этом вы неуязвимы вас нельзя таргетить ничего в течение этих двух секунд кулдаун 70 монокост 250 вк улучшается реинкарнация у реинкарнации больше нет монокоста и спавнится три скелета которые будут атаковать ближайшего вражеского героя ну и понятно что скорее всего талант поменяли хуй знает хули ты смеешься будь то шутки какие-то но в любом случае спасибо за мотивацию всегда приятно послушать умного человека спасибо брат спасибо брат за донат дальше как вы можете заметить у него теперь талант на то что реинкарнация больше не требует монокоста заменена на 30 movement speed то есть по сути 20 левел на вк вы получали точно после 20 минуты игры теперь вы можете раньше получить ульту без монокоста просто приобретя данный аганим шарт это очень круто я считаю это раз переработан mortal strike это теперь пассивные критические спел обилити крит 150 190 200 30 270 процентов но типа как как в старые добрые времена вампирик аура теперь называется вампирик спирит дает вам 10 18 26 34 процента лайфстил может быть активирован чтобы спавнить скелетонов то есть этот спел теперь не у mortal strike а у ампирика аура те же самые числа как и были у mortal strike а тут написано ну и собственно у скелетов также есть вот это вампирик спирит обили обилка пассивная шарт покупается после 20 минуты фу я наоборот чушь какой-то не я имею ввиду то что шарт покупается после 20 минуты да но я имел ввиду то что все равно 20 левел вы все равно позже получаете тут вы уже на 20 минуте можете купить этот предмет 20 левел на вк вы точно позже получали 20 обычно зевс последний герой у которого есть изменения статик филд теперь можно кастовать чтобы применить прыжок блин чисто как марио помните у зевса же еще есть таунт собственно этот прыжок затрагивает ближайшего ближайшего вражеского героя в радиусе 2000 наносит ему урон от статик филда уменьшает скорость передвижения на 100 на две с половиной секунды и если вы двигались вперед вы прыгните на расстоянии 450 то есть если вы стоите на месте вы просто на месте прыгните если вперед то вы прыгните вперед на 450 то есть благодаря этому спалу можно эскейпится благодаря этому спалу можно инициировать но понятно что зевс такой себе инициатор но в какие-то моменты догнать добить очень круто ну и плюс это очень крутой спел в том плане что он замедляет и так далее то есть чейзить благодаря этому спалу очень круто ну я считаю это крутое изменение у зевса кайлы апотик шилд накладывают курсов верно стаки на врагов и увеличивает базовое замедление на 6 процентов и тут кстати все показывается как вы можете заметить вот видите апгрейд и он получил вот этот стак при спадении собственно у алхимика мы уже ознакомились что есть русский язык давайте кстати проверим так рядом с интерфейсом способности добавлен новый элемент показывающий улучшение догоним шар да это понятно да русский язык есть только криво все сделано но с алхимиком мы поняли айс вортекс у аппарата наносит 40 урона в секунду и уменьшает скорость атаки на 20 значительные изменения скипетра у антимага дает новую способность блинк фрагмент то есть блинк фрагмент это все-таки спел от аганима от ани от шарда перемещает к выбранному врагу или выбранную точку контролируемую иллюзию которая говорила которая 7 секунд атакует противников иллюзия наносит 50 процентов урона получает 250 процентов урона и применяет контур спел одновременно с основным героем перезарядка 20 секунд ай тфу и тут я ошибся извиняюсь тут данный предмет можно купить можно купить после 20 минуты они до 20 я извиняюсь я неправильно прочел давайте идем дальше тогда дальше у нас аркварден а ну да аганим шард успешное отражение заклинания создает иллюзию которая будет 5 секунд атаковать нападавшего убирает расход маны на контур спел жесткая тема на самом деле у арквардена изменено улучшение аганима улучшает spark freight когда призрачная искра достигает врага на ее месте создается новая искра которая активируется через три секунды и не создает новую искру при срабатывании неплохо неплохо так можно четыре искры сделать минимум поле от magnetic field выталкивает врагов при применении и дает союзникам плюс 20 процентов к сопротивлению магии жесткая тема акс улучшает berserker call аганим теперь применяет на жертв эффект способности battle hunger также battle hunger уменьшать броню жертв на 7 владелец способности получать 7 брони за каждого героя под ее действием вдвое меньше за крипов уменьшает перезарядку berserker call на 2 секунды собственно аганим шар дает спел дает шанс применить способность контр helix при атаке срабатывание контр helix при атаке игнорирует перезарядку увеличивает скорость атаки на 20 но это а это на самом деле как талант просто переместили вау смайл fit тут сапки дарит с большое спасибо смайл бэйн способность от аганим шарда финс грипп создает неконтролируемую иллюзию которая применяет финс грипп на того же врага и мгновенно умирает если ее прервать иллюзия получает 750 процентов урона фен эффекты финс грипп на одной цели не складываются жесткая тема то есть по сути если ты один дерешься но один на один ты можешь реально через иллюзию начать бить и при этом еще с руки херачить блин что за жесть бет райдер способность аганим шард позволяет применить флейминг лассо на союзника даруем даруя ему 80 процентов сопротивление урону при применении на союзника перезаряжается 20 секунд я кстати напомню чатик что завтра скорее всего я буду открывать 100 сундуков дартайдовских да это будет завтра вечером где-то поэтому готовьтесь будет контент ну и плюс анонс новогоднего розыгрыша с крутыми призами включая офигенные футболки привет народ которых есть информация в описании и много-много другого будут кстати даже разыграны именные виртуз прошли худи с прошлого янта 2019 с их отпечатками на спине вы их наверняка видели это очень крутая тема которая была сделана совместно с аутплей париматч и виртуз про у меня есть такая кстати и они кстати их никак невозможно было достать а вы и вот сможете я их буду разыгрывать на новый год так бестмастер то что я говорил дает контроль над ястребами они получают способность дайв бомб ястреб просто срет с небес ли что ястреб раскрывает свою невидимость и после прочтения в 1 секунду пикирует выбранного врага наносит ему 175 урона оглушает его на одну секунду и погибает дальность применения 500 прикольная тема кстати это до хера контроля надо конечно теперь способность у сикера каждая атака по действиям был дрейдж речит героя на полтора процента от максимального здоровья жертвы и наносит ей столько же чистого урона что действует только на владельца способности охренеть баунти хантер ускорение от трека действует и на союзников но в пол силы дает обзор в радиусе 800 вокруг цели это очень крутой аганим шар за 1400 вообще дармовой обсказал брю мастер ни хрена себе у него тут изменений ждем обзора от нс улучшает праймал сприт дает способности два заряда и позволяет в любой момент прервать ее действие герой объединяется на позиции этого воина у которого была использована способность отмены время восстановления заряда равно обычной перезарядки не слабо способность от аганим шарт добавляет война пустоты а войд пандочку создает у него есть способность астропульс которая замедляет врагов радиусе 500 на 20 30 40 процентов накладывает на них бессилие прикольно но это жесть бристалл бэк дарует новую способность hairball отхаркивает в указанную область комок игл приземлившись он лопается применять на всех врагов радиусе 701 эффект вижу на залгу и два эффекта квилд спрея то есть ты еще два стака накидываешь охренеть неплохо способность приклеить что будет твориться с аганимнутым бристалл бэком с аганим шардом это просто пипец брудмазер прирост ловкости уменьшили это все изменения персонажей дали новая способность силкин боло с аганим шардом расходует один заряд паутины чтобы применить на выбранного врага цепенение длительностью 2 секунды дальность применения 900 перезарядка 12 секунд расход 50 маны энтавр способность double edge увеличивает силу владельца способности на 15 процентов за каждого задетого героя на 12 секунд получение нового эффекта возобновляет длительность а всего их может быть не больше пяти также замедляет жертв на 15 процентов на 2 секунды это же пипец можно в завис в замесе просто бегать и стакать это дерьмо эти крутая демонстрация спала хочу сказать ну вот он типа да набил да и так и цико ряд киос болт создает копию от способности фантазм которая такую цель во время оглушения увеличивает дальность применения на 300 но это чисто для добивания саппортов я считаю почему такая долгая демонстрация вот видите создал иллюзию чем позволяет применить димайн фейвер на союзника чтобы телепортировать его к фонтану после задержки в 6 секунд нельзя применять на союзников не восприимчивых к магии а ну понятно очень круто забираем спел возвращаем спел за 1400 голды раньше стал был бесплатный теперь сука плати идем дальше гоним шарта кончение скелетон волк призывает двух скелетов от берлинга армии но это опять же тут часть улучшений взято с талантов которые удаляли или со старых агонимов или со старых спелов клокверк ну джетпак я рассказывал он взмывает вверх не может бить ему сложнее поворачивать лица 6 секунд либо до хукшота скорость передвижения увеличивается на 15 процентов и обзор также больше кристалл мэйден способность это гоним шарта уменьшает перезарядку способности фростбайт и позволяет применить ее на себя чтобы уменьшить получаемый урон на 70 процентов неплохо запрещать передвигаться или атаковать применение фростбайт не прерывает другие способности если цель находится в радиусе применения а можно ли стакать эту тему с ультой мне интересно типа накинул себе эту херню касту и шульту это же имба дарксир улучшает aim shell замедлять заменяет перезарядку двумя зарядами а ну способны действовать на 20 секунд дольше и увеличивать здоровье цели на 350 неплохо обновляй доту да у меня дота и так уже обновляется гайс дарует новую способность нормал панч я как искал пассивный эффект атаки с перезарядки следующая атака по вражескому герой создает его иллюзию как от реплики оглушит нанесет дополнительный урон и оттолкнет сила эффекта зависит от того какое расстояние герой преодолел за три секунды до атаки так тут у нас от агоним шард улучшен cursed crown удар к виллу когда отчет красит crown заканчивается ли ее эффекта развеивает вокруг цели появляется 4 терновых куста уменьшает перезарядку на 3 секунды неплохо дазл измененного изменен агоним улучшает shadow wave способность применять на союзников развеивания это кстати очень круто увеличивает лечение на 60 урона 80 и при каждом применении способности герои атакуют трех ближайших врагов а ну понятно это у нас старая гоним только теперь не на двух врагов не на всех врагов и на трех врагов ближайших дэс профит спирити фон крадет у цели 075 брони в секунду неплохо изменение брони у героя жертвы длятся 14 секунд с момента применения позволяет применить thunder strike на союзника чтобы молния наносил урон вокруг него при каждом ее ударе раз в две секунды союзник на одну секунду получает эффект который дает плюс 50 процентов скорости передвижения и плюс 75 к скорости атаки блин это крутой буст для союзника смотрите круто выглядит при применении на союзника радиус увеличен на 160 но это можно также на врага чтобы ну ауе урон наносить но можно и так у дума новый агоним уменьшать перезарядку до 100 секунд и накладывает на жертву истощения агоним шар увеличивает длительность оглушения от инфернал блейда если уровень жертвы опа вернули левел дес помните скилл такой был у дума в доте давным-давно если уровень жертвы рай кратен трем или выше 20 24 длительность оглушения увеличивается еще на 0 6 секунда урон на 150 вау это же реально старый левел дес ну понятно что это прошлое улучшение от агонима но теперь еще и с левел десом так сказать дка новая способность получает способность фаербол как я уже говорил находясь в облике дракона поджигает область в радиусом 450 на 10 секунд и на вся врагам в ней 800 урона в секунду дальность применения 1400 перезарядка 20 секунд расход маны 20 not bad not bad дроу рейнджер способность от агонима просто роус накладывает на жертву эффект переохлаждение каждый эффект уменьшает восстановление здоровья на 10 процентов действует 7 секунд если вражеский герой умрет под эффектом переохлаждения все враги в радиусе 650 вокруг него получат 60 магического урона за эффекты на 2 секунды замелится на 25 процентов максимум эффектов 7 у меня дота уже обновляется гайз все нормально способность у спирита дает копиям от способности stone remnant в радиусе 400 увеличивая число зарядов на 4 неплохо можете нажимать alt чтобы видеть радиус уменьшать перезарядку фиссуры на 2 секунды позволяет ходить по созданной борозде при применении любой способности вдоль борозды также срабатывает aftershock то есть вне зависимости где ты находишься на борозде aftershock сработает ни хрена себе это жесткая тема то есть ты не можешь достать до врага ты его фиссуришь и по таймингу еще потом даешь второй спелл и станешь его elder titan позволяет включить автоматическое применение хастомб если она включена после применения способности герой перенесется на место духа астрал спирита ну-ка покажите ну неплохо но не так круто как у шейкера у того же как по мне да но только ты с агонимом можешь перепрыгнуть ее просто хз да но ты же не можешь ты к примеру если юзнешь ульту на начале борозды эти люди также получат эффект от aftershock а это же не только на второй спелл распространяется эмбер спирит огненной копии от способности fire рим нан наносит 45 урона в секунду врагам радиусе 600 владелец способности оставит рядом огненную копию если убьет вражеского героя в радиусе 400 или умрет урон от нескольких копий не складывается охренеть это жесткий спам этими копиями инча добавляет 3 светлячка от не через attendance которые всегда летают возле владельца а они всегда рядом с тобой находится всегда хилит не сильно конечно но хилят black hole притягивает к центру врагов в радиусе 1200 вы посмотрите джаггер пытается убежать но не прерывает их действие то есть он может врубать с пылы и так далее скорость притягивания 175 пистол сводит увеличивает дальность применения таймволк на 200 позволяет применить эту способность повторно в течение полутора секунд после перемещения чтобы вернуться на прежнюю позицию возвращение не влияет на здоровье героя то есть это можно это можно во-первых делать фейк инициации то есть ты влетаешь разводишь врагов на спелы и улетаешь обратно либо ты ворвался понимаешь то что тебе надо ставить купол и ты видишь что у тебя не получается ты можешь умереть сейчас и нужно вернуться это очень четкая тема прямо работа над ошибками так сказать ты производишь грим строк дарует новая способность in cover покрывает врага чернилами на 6 секунд замедляет атаку на 50 передвижение 20 процентов суммарно наносит и 240 урона за время 10 дальность применения 600 перезарядка 14 расход маны 125 ну гирокоптер рокет бараша обстреливать на одну цель больше и действует на одну секунду дольше но хз аганим у хускара inner fire уменьшает лечение восстановление здоровья жажда на 50 процентов также замедляет их передвижение 35 уменьшает перезарядку на 2 секунды инвокер позволяет применять способность а свол вектор на дальность применения 900 вот это очень круто кстати супер полезная так мне дота скачалась и запускаю висп разрыв связи от тизера наносит 150 урона врагам которые ее касаются оглашать на 175 секунды увеличиваю дополнительную скорость передвижения на 5 процентов то есть тебе нужно прервать тизер чтобы это случилось я понял но это очень интересно джакира дарует новую спасибность liquid frost автоматический эффект атаки герой наполняет свою атаку морозным эффектом да привет привет мы читаем дальше пока который замедляет передвижение противника на 30 процентов ежесекунд наносит ему урон равный 20 плюс 20 плюс 2 спрейм максимальный запас здоровья длительность 4 секунды перезарядка 12 секунд джаггер на вот под действием блэйд фьюри скорость передвижения увеличена на 100 владелец способности каждую секунду атаковать случайного врага неподалеку ой 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 котел новая базовая способность solar bind уменьшается сопротивление магии выбранного врага и замедляет его тем сильнее чем больше он передвигается каждые 100 единиц преодоленного расстояния уменьшает скорость передвижения длительность 7 секунд дальность применения расход маны т т т изменено улучшение таганима дает способность велоу висп однако мерцание больше не оглушает жертв теперь огонек гипнотизирует врагов притягивая их к себе со скоростью 60 единиц секунду но не запрещает атаковать жертв или применять заклинание перезарядка 60 секунд а вот так от аганим шарда волна от иллюминает днем лечит союзников на 40 процентов от урона наносимого этой способны понятно в общем при этом видите таланты тут тоже поменяли вот ну логично унка я уже говорил тайдл вейв которая создает волну позади вас она затягивает врагов в себя так сказать тут а тут показывает кстати блин круто круто выглядит мне нравится легион commander каждые полторы секунды дуэли по области вокруг случайного врага в радиусе 900 автоматически применяется верхнем от но это выгодная кстати мы лишь рак способность спид с применяется в том же самом месте еще два раза с промежутком в 5 секунд при каждом срабатывании радиус увеличивается на 75 место повторного срабатывания видят обе команды ульт котлу поменяли вы пишите я не заметил извиняюсь смысле почему ада спирит форм новый ульт обращает тело героев чистый свет что дает ему скорость передвижения спасибо хана за рейд плюс дальность заклинаний способность рекол а и блэдинг лайт охренеть так это же старый ульт только немного другой немного другой это ж это же старый ульт котла еще из первой доты иллюминейт в этой форме применяется отдельным духом перезарядка так это блин это вернули старый ульт котлу лол вернули старый ульт виллу в виллу висп теперь он агонимный и работает чуть по-другому и иллюминейтер хилит как и раньше но просто это через агоним шарт охренеть так лишь рак это мы уже посмотрели лич дарует новые способности аспира создает в указанной точке сосульку который замиляет всех врагов в радиусе 500 на 20 процентов у сосульки 300 здоровья она существует 15 секунд шара способности chain frost может отскаскивать к сосульки если поблизости нет врагов то есть теперь к примеру лич может драться один на один с вражескими героями он ставится сульку кидает ульту и сосулька туда-сюда а прыгает это круто на сосульку можно применить способность frost shield дальность применения сон 750 перезарядка 25 лайф стиллер новая способность гул фринзи заменяет open ваунс каждая атака уменьшает скорость передвижения жертвы увеличивают скорость атаки владельца на 20 30 40 50 если мне не изменяет память у лайф стиллера уже был когда-то такой спелл изменено улучшение тагонима позволяет на 4 секунды забраться в тело вражеского героя так атакуя его каждые 1,25 секунды и получаю удвоенное лечение от этой способности вражеский герой не получает бонусов от этой способности дальность применения до 500 и снижать перезарядку до 25 секунд ну и новая способность союзники получает в качестве здоровья 50 процентов от нанесенного жертвы урона с дальность применения 800 но это типа это вот ванды по сути ванды теперь с шардом идут лина позволяет применять лагуна на точку и увеличивает дальность применения на 150 молния всегда имеет максимальную длину и срабатывает на всех существ на пути чего блин охренеть массовый массовый ульт просто у лины норм леон мана дрейн раскрывать невидимость жертвы и уменьшает ее скорость атаки на 90 неплохо лон друид сэвид шрор усиливает союзников в радиусе 700 даваем 20 процентов скорости передвижения 60 к скорости атаки на 4 секунды но это старый спелл был у друида этот позволяет применять способность lucen beam на . чтобы ударить по врагу в радиусе 325 вокруг нее и увеличивая длительность оглушения до 1 целой 1 десятой секунды применение до 30 процентов скорости передвижения на 3 секунды давайте я кстати обновлю страницу реально потому что подлагала туманная роща блин мы вообще много тут просмотрели мы только до половины дошли я так понимаю а ну вот изменение предметов а ну кстати у нас тут никаких изменений вообще посмотрим леона мы посмотрели сэвид шрор посмотрели луна позволяет принять способность lucen beam на точку чтобы дарить еще длительность оглушения до ликан добавляет к одной из волн крипов неуправляемого волка вау новиночка прям я бы сказал аганим теперь у магнус улучшает шок вв герой выпускать две дополнительные волны под углом 30 градусов слева и справа от основной на каждого врага может подействовать только одна волна достигнув максимальной дальности волны возвращаются обратно на себя 75 процентов урона 75 процентов урона и снова притягивая врагов хорн тос но этот чисто спелл чтобы всех собрать и потом еще реверс полярити дать это логично марс изменение улучшения от аганима улучшает булвар когда она включена перед владельцем появляются неузвимые солдаты они передвигаются вместе с ним и атакует врагов нанеся полный урон владельцу увеличен на 75 применяя эффекта его атаки и на одну секунду замеляя жертву 20 процент каждого врага может атаковать только один солдат спиров марс пронзает до двух существ и на 10 секунд оставлять за собой пламенный след наносящий врагам 35 урона в секунду замеляющий их на 20 процентов выйдя из пламени враги горят еще две секунды ну вот аганим скипетр мне больше нравится медуза cold-blooded но как я уже сказал это если медузу таргетят она в ответ выпускает змейку которая раз 12 секунд может вылетать про мипа я уже рассказывал то что он получает шанс в 30 процентов применить на жертву а нифига скилл дик это от аганима то есть копии героя также обладает способностью после 0,75 прочтение герой закапывается в землю на три с половиной секунды благодаря чему он неуязвим его нельзя выбрать целью находясь земле герой постепенно восстанавливать 25 процентов максимального здоровья а я понял это значит спелл от аганима от аганим шарда ранцик получает шанс 30 процентов применить на жертву эффект гео страйк который на 4 секунды замедлит ее на 20 процентов нанесет 20 урона секунду на из старую пассивку добавили эффект применения разным копиям складываются логично у миранная новый аганим улучшает стрелу во время полета основной стрелы на врагов радиусе 500 от нее срабатывает способность старшторм при попадании применять на жертву старшторм еще раз на неся 50 процентов нихрена то есть стрела стрела летит все кто вокруг получает старшторм и лип добавляет один один заряд способности с шардом во время ускорения герой наносит критические атаки со 150 процентов урона в общем герой теперь стал опять более корм что ли monkey king mischief перезарядка уменьшена с 20 до 15 секунд не знаю почему вы говорили что mischief удален 3d с уменьшать перезарядку и задержку перед применением а ну теперь можно быстро скакать по деревьям это жесть морф адаптив страйк применяется на одну дополнительную цель в первую очередь на героев после применения одной из способностей другая больше не уходит на перезарядку что чё борзели что блин я не знаю сколько они будут по времени это все балансить это пока это выглядит очень жестко все нога сирена улучшает нснэр позволяет применять на ее на спящих и невосприимчивых магии врагов уменьшает перезарядку на 5 секунд увеличивая дальность применение на 400 это кстати четко когда раньше пытались ловить к примеру через ульта ноги или наоборот убегать теперь можно кинуть сеточку и дать по морда сам рептайт позволяет активировать рептайт чтобы применить более сильную версию способности который наносит на 100 урона больше на 3 секунды земляет врагов на 30 процентов эффект срабатывая всех иллюзий но может подействовать на каждого врага только один раз перезарядка 15 секунд расход маны 75 на через профит измененного улучшения от агонима улучшает в рессе of nature уменьшает перезарядку с 85 до 60 накладывает на задетых врагов отцепенения длительность которых которых увеличивается с каждым скачком составляет от одного от 1 до 3 секунды там чуть больше чем от 1 но вот это изменение агонима интересное спруты при этом теперь из первых двух уничтоженных деревьев от способности появляются большие нты одновременно могут быть живы не больше двух больших энтов а погодите секунду а то есть чувак так это же имба благодаря этому можно не дать противнику уйти ну то есть раньше вы накладывали спруты противник съедал дерево топориком да и убегал теперь он не может убежать но окей агоним шард после 20 минут и после 20 минут уже другие эскейпы появляются это понятно и фура теперь еще с помощью ульты может тп сбивать правильно как спойлер сказал охренеть ну понятно что фэйзы помогает дес сикер новая способность некра дает новую способность выпускает выбранного врага или союзника один быстрый большой снаряд дес пульса лечение урон который увеличен на 50 процентов долетев до цели снаряд применять дес пульс вокруг цели охренеть дались примет аж пипец это все дерьмо можно на спамить переспамить еще собрать какой-нибудь условный рефрешер бегать не знаю под аркейн руной имея актарин и просто какую-то дичь творить это ж насколько будет отхиливаться под актарином этот долбаный черт на некрофосе это жесть да и призму ему еще дайте и все или можно не призму ну или призму до лучше hunter in the night теперь с шардом позволяет применять способность хантера на за на этого ночное время чтобы мгновенно сожрать малое существо и восстановить себе 25 процентов максимальный запас здоровья им она нельзя применять существ подконтрольных игрокам никс атака из невидимости от вендетты на 4 на 4 секунды уменьшает сопротивление магии на 20 процентов также виндетта увеличивает скорость передвижения на 100 процентов позволяет превысить ее максимум охренеть это жестко это много урона можно если через догон собираться с моноберном и догон это очень жестко это и реал огар маг дарует новую способность fire shield создает вокруг союзного существа или постройки щит поглошающие 70 процентов урона от следующих трех атак нападающего летят огненные шары которые наносит от 25 урона на эту способность может сработать мультикаст что то есть вы можете просто вчетвером бегать под этим дерьмом длительность 25 секунд дали с применением 600 перезарядка 800 я не знаю как они будут это балансить камера в purity это я уже говорил новая способность пассивная автоматический эффект атаки следующая атака наносит дополнительный чистый урон равный 25 плюс 150 процентов от базового урона и восстанавливает ему столько же здоровья перезарядка 6 секунд оракл фолл спроме сдает невидимой задержкой 0,3 секунды новое улучшение таганима фейтс и дикт не накладывает бессилия на союзников и не защищает врагов от магического урона найс нифига тут изменения да эссенс флюкс теперь да и делает прерываемый с прочтением в полторы секунды которая меняет местами 75 процентов от максимальных показ а нихрена себе он свапает тебе хп на ману не это это было бы очень жестко если бы предмет можно было бы покупать до двадцатой минуты потому что мог бы просто бы на миде стоять и даже не уходить с линии но но так это все равно жестко ролл-ап дарут новую способность ролл-ап герой сворачивается защитный шар на 4 секунды получения воспринимательской магии не теряя возможность поворачиваться эту способность можно применять во время действия rolling thunder чтобы на время стан остановиться во время действия ролл-ап можно применять и rolling thunder и shield crash есть атаковать свернувшийся враг героин будет катиться от нападающих 0,75 сек с тем же уроном и оглушением что rolling thunder блин жесть какая-то почему destroyer у меня написано а герой герой получил свое старое название реально outworld destroyer все он больше не девар старое название из доты вернулась наконец-то фантом ассасин дарует новую способность fan of nice выпускает острые кинжалы это уже рассказал наносит программа размере 10 процентов максимальное здоровье накладывает истощение на 3 секунды перезарядка 20 секунд расход мана 125 это я уже говорил phantom lancer аганим улучшает джекста поз ее можно применять чтобы уничтожить все иллюзии от нее и создать максимум возможных иллюзий которые живут на 10 секунд дольше перезарядка 60 секунд spirit lance копью от способности spirit lance отскакивает в одного врага в радиусе 900 в первую очередь в героев увеличивают урон иллюзии от spirit lance на 20 процентов неплохо да это старый аганим феникс делает способность fire spirit пассивный каждый дух восстанавливается 7 секунд понимая так способность вани грифт наносит на 70 урона больше отталкивает врагов на расстояние 250 за 0 целых четыре десятых секунды на пять секунд раскрывать невидимых врагов и варды в области действий путь это единственный герой у которого извините я в этом обзоре зачитаю все изменения блюши обожаю свежие мясо базовый урон увеличили брони увеличили прирост ловкость уменьшили про силы уменьшили флэш-хип сопротивление магии увеличили талант на плюс 30 урон урод теперь на 4 на минус 14 процентов скорости врагов от рот и на пятна она их просто поменяли местами только на пятнадцатом левеле талант есть на плюс 120 урона от мид хук такой си талант изменение от аганима теперь улучшает рот увеличивает радиус на 200 а урон на 80 уменьшает восстановление здоровья затетых врагов на 25 процентов это жесткий аганим но максимально жесткий и четкий аганим по сравнению с тем говном которое было последнее ну и собственно теперь аганим шарта это старый аганим я так понимаю да чтобы поглотить жертву и излечивать на 6 процентов это максимальное здоровье при применении союзника пережить заряжается вдвое быстрее но это логично пуг на каждой одной из 75 сотых секунды действий лайфдрейн герой начинает применять эту способность на еще одного случайного вражеского героя в радиусе применим плюс 2 нахренеть способность действия пока не достигнет максимальной длительности или не пока были пока не закончатся вражеские герои просто вечный отсос queen of pain блин в начале конечной точки блинка происходит звуковой удар который наносит она типа скрим используется можно сказать и накладывает безволвие на полторы секунды на одного врага могут подействовать оба удара неплохо рейзер способность storm surge бьет молнии тех кто нападает на владельца способности и еще до двух врагов рядом этот эффект всегда срабатывает когда герои выбирает цели заклинаний с шансом 18 процентов когда его атакует молния наносит 20 урона но это просто у ульты же забрали эту пассивку сейчас решили дать по собственно каганим шарду ну логично рики дарует новую способность липинг дарт герой стреляет дротиком выбранного рга усыпляя его на 3 секунды дело его неуязвимым на время сна проснувшись цель получает 150 урона 4 секунды передвигается на 25 процентов медленнее перезарядка 20 секунды лишь применить 1200 рубик телекинез позволяет применять на себя или на союзника при этом дальность броска больше на 60 процентов а перезарядка меньше на 30 уменьшает зарядку задержку перед броском до 0 и 5 неплохо эпицентр каждый 700 преодоленных единиц вокруг героя срабатывает один толчок от способности эпицентр с радиусом 400 неплохо такой херней можно блинки избивать кстати вот вы бегаете в лесах и ищите врага который прячется тупо из-за пройденного расстояния вы делаете у вас толчок срабатывает и из противника спадает ну кулдаун блинка опять откат боже мой ну вы поняли опять 4 секунды становится неплохо демоник перш у шедоу демона позволяет применять на союзника не замедляя его и постоянно развеивает отрицательные эффекты в конце действия излечивают в размере равном урона способности это кстати очень четко это реально можно на своего кора накидывать с условного на условного антимага не знаю некромастере дает плюс 0 75 процентов корона от заклинаний за душу а ну то есть они опять предлагают собирать ссф в макбилд что сейчас делают не так часто shadow шаман создает 4 змеиных тотема при применении способности шеклз и увеличивает дальность применения на 150 охренеть ну что это то есть ты можешь просто блочить врага этим дерьмом это мы живут мало конечно 8 секунд но это жестко я считаю саленсер атаки глэйва отскакивают один раз в ближайшего урагана вся ему 50 процентов от урона атаки дальность от но неплохое изменение для лейта если саленсер уже себе на стакал инты но пока послабее выглядит чем остальные то есть это очень ситуативные аганим шар у скаррет мага отрицательные эффекты наложены на жертвы эншит сил длится на 40 процентов дольше дает обзор по цели с лордар применяет на жертв слизелин краш эффект способности коррозив хейс который длится 5 секунд охренеть что ты просто делаешь массовый коррозив хейс на 5 секунд одним только станом да вы чё сейчас мы вернемся ссоре я обновлял потому что говорят что там что-то изменилось сларк дарует новую способность фишбайт уменьшает скорость передвижения врага на 30 процентов на 4 секунды раскрывает его невидимость если схватить жертву способностью паунта на время привязки владелец способности получает плюс 50 к скорости атаки дальность применения 1100 расход маны 100 перезарядка 20 секунд снэп фаер отталкивает существ находящихся в упор герой на расстоянии 250 на 7 125 дополнительного урона и оглушая их на полторы секунды ну неплохо снайпер конкузив гринейд нифига си граната дарует новую способность героя бросает гранату который отталкивает врагов на расстоянии в 425 замедляет их на 50 процентов применяет на них бессилия длительность 3 секунды но это чисто эскейп от каких-нибудь условных фантомок в которые вас врываются не знаю дровок и так далее весьма хороший спел для подсвы для подсвы снайперы я считаю спиктора позволяет применять дисперсию чтобы создать спектральную копию от способности хаунд рядом с вражеским героем который последним наносил урон владельцу способности за последние 5 секунд что сейчас башка взорвется иллюзия существует 5 секунд не ну понятно как работает спел ну просто пипец они тут напридумывали механик нерзер страйк у спирит брейкера заменяет время применения на задержку перед применением во время которой герой не восприимчив к магии способность также наносит на 200 урона больше применять на жертву истощение на 4 секунды то есть вы стопроцентно скастуйте нерзер страйк потому что вы находитесь в бкб дарует новую способность электрик рейв дает 3 заряда оверлоат владельцу и героям в радиусе 750 действует на секунд или пока заряда не закончится перезарядка 30 секунд расход маны 150 чуть такое но это жестко да это кстати реально выглядит как спел аппарата спасибо реально похоже на спел аппарата но жестче моем понимании чем спел аппарата извините аппарат не может через всю карту летать чтобы всем этот баф давать stormhammer разве развеет положительные эффекты ага то есть теперь больше не талант это тель надо гоним шарт покупать 15 уровень ну 15 уровень свен apple пораньше чем на 20 минуте по моему ну в среднем пораньше чем на 20 минуте его свена уже может быть 15 левел следовательно он не сможет раньше раньше 20 минуты с вас снимать баф 3 час бластов увеличивает дальность применения бластов на 600 способность на полторы секунды оглушать врагов радиусе 200 и пошел ты нахер долбаный ты час ловушки от рэпов накладывают на жертву безмолвия длительность зависит от накопленной энергии дмс мск спасибо за сопку террор блэйд демон зил но как я говорил в новая способность расходит 25 процентов текущего здоровья что получить 25 процентов скорости передвижения 50 к скорости атаки на 6 секунд бонус на 50 процентов больше если герой сражается в ближнем бою это очень жестко я считаю тайт hunter уменьшает перезаряд кончер смеш на одну секунду способность действует на постройки и наносит на 90 наносит на 90 урона больше охренеть что это а что такие частые касты тимбер дарует новую способность флейм троуер герой выпускает вперед пламя которая носит врагам 75 урона в секунду замиляет их на 20 процентов и держится на земле 7 секунд выйдя из пламени враги горят еще три секунды подожженные деревья уничтожаются через пять секунд перезарядка 15 секунд охренеть это кстати жесткая для контры той же самой белочки потому что против нее там нужно по максимуму деревья рубить по моему тинкер изменено улучшение от аганима теперь способность становится новым с пылом с шаринг рей увеличивает дальность примена 400 уменьшает размеры текущее здоровье цели на 20 процентов ни хрена себе эффекты от нескольких применений складываются луч отражается в самого дальнего врага в радиусе 700 вокруг цели в первую очередь в героев но и новый spell defensive matrix я рассказывал состоит вокруг союзного существа барьер который блокирует 200 урон и дает сопротивление эффектом 40 процентов барьер действует до 10 секунд или пока не поглотит максимум урона дали с применением 400 перезарядка 30 секунд тени как я уже рассказывал ему просто вернули к реги exterior пассивкой я думаю все я прекрасно помню что это такое можно рандомно получить 100 на урон тренд протектор nature's guys атаки из невидимости применяют на жертву оцепенения который лейтся одну секунду пустим наносит 200 урона это опять же старая старый nature guys как бы ничего нового тролль варлорд изменен аганим улучшает способность верлинга аксис в дальнем бою они снимают положительные эффекты с врагов а в ближнем снимает отрицательные эффекты с героя уменьшает расход маны вдвое перезарядку с 9 до четырех жестко кстати 4 секунды откат снимать бафы дебафы это жестко применив battle транс дает 160 к скорости атаки всем союзным героем включая владельцы способности а ну нормас то есть теперь за 1400 можно получить старый можно сказать ультроля неплохо чисто тролль саппорт способность от аганима шарда у тускара дарует новую способность frozen сигиль она это старый сигиль все она я думаю тут тоже особо рассказывать нечего и так знаете примерно как он работает он там замедляет еще нового как бы андерлорд от аганим скипетра улучшает дарк рифт позволяет применять ее на союзных героев уменьшает перезарядку способности на 50 секунд и задержку телепортации на одну секунду это кстати неплохо и firestorm при позволяет использовать на себя чтобы она действовала вокруг владельца излечивала его на 15 процентов от нанесенного урона вдвое меньше уменьшает зарядку перед передменением если мне не изменяет память это старый спелл пит лорда еще из первой доты по моему такой спелл у него был я не помню в чатике напишите если реально такое было дикей увеличивает радиус дикей настой создает зомби возле каждого задетого героя это кстати жестко это можно спамить нереально но понятно что это опять же после 20 минуты это не так жестко но курса фьюри свайпс каждый раз когда на одной цели набирается число эффектов фьюри свайпс кратные 6 герой получает эффект способности ульты на одну секунду чего неплохо венга изменение антагоним после смерти на месте героя появляется сильная иллюзия которая может применять себе все способности наносит 100 процентов урона получает 100 процентов урона и передвигается на 30 процентов быстрее если иллюзия жива в момент возрождения героя она займет ее место опыт зарабатываемой иллюзией передается ее владельцу это очень четко то что это вернули такая херня была но там меняли ее воевав террор теперь крадет 25 процентов от базового урона вражеских героев и дает ее владельцу способности на время ее действия это тоже было ну кстати теперь венга какая-то ебнутая честно говоря ссори за мой французский веномантер создает два чумных тотема когда снарет веном из гейл попадает по вражескому герою увеличивает дальность способности на 400 это было это было это тоже вернули ну там по-другому немного это было сделано но почти один в один вернули вайпер польза на атаке с пользой на так уменьшает броню жертвы и не написано насколько спасибо но видео понятно не покажут вот такое изменение героев сейчас перейдем к изменению предметов об этом будет отдельный также ролик на ютюбе ссори что это все я записываю так сам ознакомливаюсь так далее но так ролик выходит быстрее и проще напомню что завтра будет анонс розыгрыша плюс открытие 100 сундуков на твиче а потом этот ролик пойдет на youtube 100 сундуков буду я сумасшедший